Хэй, хэй, хэй! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чуеноски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Plants vs Zombies 2 часть. И сегодня у меня для вас новенький ивент, друзья. Наступает, как известно, весна, ну а раз весна, значит и весенний ивент не за горами. Кстати, смотри, мы очень можем легко качнуть Данделиан, одуванчик наш. Давай, кстати, купим, а почему бы и нет? Его из качнуть... Блин, погоди, или я затупил. Короче, не забывайте ставить лайк, дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал, писать комментарии, все это очень сильно помогает. Все комментарии ваши я читаю, и критические, и хорошие. Хороших, к счастью, вроде как больше, поэтому можно хорошие даже поддобавить. Ну, в любом случае. Так, где мой Данделиан? Я почти уверен, что он у меня есть. Я помню, что мы его выбивали, покупали. Да, вот он... Нет, слушай, все правильно сделал, все правильно сделал. Мы его сейчас качнем, у него будет больше дэмэджа, больше жира, ну и ричардж, соответственно, меньше. Отлично, очень изи. Купили, прокачали уровень. Учитывая, что он у меня очень давно, и я только сейчас первый раз его качнул на 10, это, я считаю, очень хорошо. Это мы поступили правильно. Ну что, друзья, челлендж у нас сегодня спрингнинг, обвесенение, можно так сказать. Я думаю, что пройдем изи за 3 видоса, поэтому, друзья, давайте начинать. Опять же, лайк, подписка, погнали. Обычно, вот так вот, чисто по моему опыту, первые уровни в челлендже обычно слабенькие, не особо сложные, которые, в общем-то, можно затащить без особых проблем. Кстати, давайте попробуем сделать, если нам дадут выбрать растение, что-нибудь типа весенний... Да, да, давайте. Весенний челлендж. Блин, эта пушка, короче, стреляет чисто по первой линии, по вот этой. Ну, я имею в виду по первой, со стороны зомби. Поэтому я даже не знаю, хочу ли я брать под нее... Хочу ли я брать под нее... Так, летающий, кстати, есть. Мы можем взять фен наш. Хочу ли я брать под нее лозу. А лозу я, кстати говоря, взять могу. Но не хочу. Скажу честно. Так, ну смотри, вот что-то вроде такого у меня вроде бы как в голове образуется. Мне кажется, что что-то типа такого может, в принципе, быть неплохим. Хурикейл хочу ли я взять, или я хочу взять вот фен наш, бловер. Давайте возьмем Хурикейл. Он вроде как такой поприкольнее немножко. Мне кажется, что будет интересно. Довольно-таки нестандартная, согласитесь, ситуация. Большинство растений я вообще особо не использую. Поэтому будет, мне кажется, довольно интересненько поиграть. Слушай, очень много, кстати, солнышек нам дают со старта. Поэтому поехали сразу же. Долго ждать не будем. Так. Кстати, его сдувать будет или нет? Смотри, а драфтодил не сдувает Данделян, да? Вот это, кстати, интересный момент. Макейки, я понял. Кстати говоря, кто-то поставил Данделян сюда, надо было Данделян поставить. Ладно, сейчас разберемся. Солнышко, сюда. Этого я хочу выкопать. Блин, не очень удачно, но ладно. Сюда. Это сюда. Просто я люблю, когда все симметрично, ребят. Вы это прекрасно знаете. Я люблю, когда все красиво, хорошо. Чтобы, так сказать, все было четенько. Давай драфтодилчик сюда. Да. Ой, драфтодилчик. Как-то забыли уже. Так, его еще, кстати говоря, нужно было посадить сюда. Ну, вот сюда хочу использовать вот эту штучку. Она нам очень сильно поможет. Хорошо. Слушай, ну, вроде бы норм идет. Вроде бы идет норм. Опять же, необычные растения. Это-то как раз-таки и прикольно. Мне, в общем-то, нравится. Давай ускоряться. Мы, вроде бы, как здесь уже очень неплохую оборону выстроили. И цветочки шикардосно работают. И вообще, в целом, я думаю, что мы с вами чувствуем себя очень даже неплохо. Ну, что, давай я это поставлю тогда. Мне, в принципе, пофигу. Солнышки есть. Вроде как можем себе это позволить. Поэтому погнали. Сюда ставим. Вот так вот. Ну, и что, ребят. Мне кажется, реально офигенно. Мне кажется, реально офигенно работает все. Так, я хочу еще один гуван поставить. У нас не будет заказать. Может быть, Донделеон нашел сюда. Супер. Хорошо. Слушай, они даже не успевают пройти. Вообще, нисколечко. Давай ультанем сюда. Давай ультанем, я не знаю, сюда. Нормально, нормально. Я, так сказать, не сомневаюсь в нашей победе. Вроде как все замечательно. Бум! Полетел. Харваш, харваш. Нормально. Даже, по сути, без вентилятора нашего. Мы себя чувствуем вообще спокойно и отлично. И вроде как без проблем затащили. Так, идем дальше. Смотрим, что у нас на втором уровне. Как я и говорил, первый обычно довольно-таки изи. Я думаю, что эти пять уровней мы сыграем именно вот этим вот весенним стаком. На следующий уровень пишите свои идеи, какие вы хотите, чтобы я использовал. Желательно, чтобы они были какие-то тематические. Тоже, ребят, в комментариях иногда вижу, что меня упрекают. Типа, как ты собираешь колоду? Что за бред? Ребят, я уже столько играю в эту игру, что я не хочу выбирать самые имбовые растения. Ну, камон. Это будет тупо скучно. И для вас, и для меня. Я выбираю растения, которые вот редко использую. Которые будет интересно поставить. Которые как-то тематически связаны. Вот для меня это самое интересное, если честно. Когда я еще поиграю, ребят, на одувание? Вот честно. Ну, вот когда? Ну, поэтому прикольно, мне кажется. Я не знаю. Может быть, кому-то это не нравится. Кто-то привык играть чисто на имбе и больше ни на чем. Ну, напишите мне, если хотите, чтобы я играл на имбе. Но мне, честно говоря, было бы это вообще неинтересно. Так, хорошо. Ну, вот выстраиваем вроде бы нашу опять вот такую линию. Давай еще одного сюда. Найс. Кстати говоря, смотри, сдуло. Слушай, интересно. Хм. Что-то я пока не очень понимаю логику, по которому это работает. Может быть, между ними не должно быть других растений, чтобы он сдувать мог. Как думаешь, такое возможно? Вот сейчас он сдует или нет? Хм. Не знаю. Странновато как-то. Пока что не очень понимаю, как это работает. Но окей. Давай сюда. Солнышко ставим. Хорошо. В принципе, можно эти уже ставить потихоньку. Это чисто так. Дополнительные... Для дополнительного демеджа. Хотя, на самом деле, честно говоря, я не очень понимаю прикол этого растения. Да, опять же, он хорошо дамажит по вот этой линии. Но... Каким-то линчек он не дамажит. Вот в чем проблема основная. Так. Давай. Не знаю. Можно. Можно иногда брать, конечно. Просто по прикольчику. Даймем. Найс. Ну вот, то есть, как бы, да. По первой линии дамажит как надо. Но... С другой стороны, дальше, опять же, пользовать его не особо много. Ну, опять же, так по приколу может. Так. Давай так сделаем. Почему бы и нет. Адуван, работай. Адуван свое дело знает. Бомбардировка пошла. Чисто нормальная такая. Так. Я хочу еще Адуванчик один поставить. Ну, в принципе, все. Ага. Замечательно. Ну, теперь можно просто прикалываться там. Поултовать. Вот сюда, например. Чисто, чтобы затащить линию. Найс. Я думаю, что еще разок ультанду тоже сюда. Чтобы еще по линии вот это ударить. Тоже хорошо. Ну, кстати, надо заметить, что даже этого ведроголового, ну, как бы не ваншотит. То есть, даже с ульты. Я не знаю, ребят. Растение интересное. Сама его задумка, так сказать. То есть, оно оригинальное. Но, насколько я бы его использовал, честно сказать, не знаю. Может быть, просто в каких-то именно, вот, на медленных растениях. Там, с ледяным стаком, с замедляющим стаком. Вот это, возможно, было бы прикольно. О, смотри, какое гарганчуа у нас тут. Нормас, нормас. Так, хорошо. Ну, все, пошли тем же самым стаком. Опять же, я не буду здесь особо ничего менять. Единственное, что вот здесь нужно очень аккуратно сделать вот с этими тремя линиями. Я думаю, что я поставлю так. Так, нужно очень аккуратно это все обыграть. Потому что, ну, сами видите, в чем проблема здесь основная. Потому что могилки нам будут мешаться. Причем, я не знаю. На самом-то деле, по моим ощущениям, это не сильно-то их ломает. Ладно, к счастью, у нас довольно много солнышек. Может быть, это нам каким-то образом поможет. Поглядим, конечно. Но, посмотрим, короче. Очень долго они ломаются. Очень долго. Это факт. Так, мне нужно еще больше... Слушай, я вот думаю, даже может и так сделать. Может, все это поможет. Потому что, очевидно, это не самый лучший у нас сейчас идет... Кстати, очень хорошо сультовал. Вообще замечательно. Не самый лучший у нас идет здесь... Ну, как бы, количество растений, которые мы взяли. И вообще качество их не очень хорошо против макео работает. Вот их чего-то. Веду, но посмотрим, посмотрим. Пока вроде бы терпимо относительно. Давай сюда поставим. Что я еще могу сделать? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай. Так сделаем. Чисто выиграть время немножко. Просто чисто немножечко выиграть время. Окей. Окей. Давай больше одуванов, наверное. Да, вот так вот в точку поставлю. Окей. Кстати говоря, можно с этим с помощью рекейла вообще держать линию сколько угодно, мне кажется. У него кд-шка довольно быстро, кто-то дешево. Поэтому, да, это как вариант на самом-то деле. Окей. Что, выиграть время себе еще нужно? Да вроде бы мне цветы помогают с замедлением тоже. Блин, вот вместо стали, конечно, это тоже хорошо работает. Дороже, конечно, на 150 полносок. Но все равно очень даже неплохо. Давайте выиграем время немножко. Опять же, не хочу. Не хочу рисковать, ребят. Так, давай так сделаем. Давай так сделаем. Нормас. Еще один Герментео пошел, но я думаю, что мы его быстро загасим. В принципе, с помощью ультов в Адуван. Ульта у Адувана довольно мощная, честно скажу. Она мне нравится. Очень хорошая, прям по области бьет. Дэмэдж тоже вроде бы неплохой. Я, в общем-то, доволен. Давайте мы дадим еще сюда. Найс. Подзамедлили немножечко. Что еще я могу сделать? Ну, можно сюда, в принципе, ультануть. А, у меня здесь не стоят, кстати говоря, эти драфтовильчики. Окей. Давай сюда ультанем. Все, одного уже загасили. Найс. Ну, я думаю, что этот сейчас тоже быстро отъедет, если честно. Найс. Найс. Замечательно. Кстати, очень прикольный Гергенчуа. Один из моих любимых. Вот такой пасхальный заяц. Это очень прикольно выглядит. Ну, и затащили мы его тоже довольно-таки эффективно, я бы сказал. Мне понравилось. Смотрим следующий уровень. Надеюсь, что он тоже будет какой-то прикольный. А, без Гергенчуа. К сожалению, снежные зомби весенним не становятся. Ну, ой, блин, я случайно взял. Ой-ой-ой, я без Курикейла в этот раз. Неприятно. Но, кстати, нам всегда насыпают очень большое количество солнышек, хочу заметить. Прямо со старта очень много насыпают. Это, конечно, хорошо. Сюда, 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 сюда. Я думаю, арбузов тоже можно поставить. Посмотрим. Если у меня будет солнышки лишние, я буду ставить арбузы. Пока что лишних нет, поэтому пока не будет. Окей. Окей. Хорошо, хорошо. Найс. Одну линию мы уже построили. Теперь строим цветочки. Чисто на замедление, плюс дополнительный дэмэдж, это всегда полезно. Так, я хочу еще, конечно же, вот этих товарищей ставить. У них кдска побольше, чем у цветочков, поэтому их лучше ставить первыми. Дальше берем голдблю. Да не, нормально, ребят, вообще несложный уровень, если честно. Чувствую себя довольно-таки уверенным образом. Давай сюда поставлю один. Сейчас как раз-таки у меня мой дандалеон очнется. Как раз после кдшки, супер. Ну и все, теперь можно чисто ставить арбузики, просто по прикольчику. Ну, потому что хуже от этого не станет. Лучше особо тоже, потому что мы и так себе идеально чувствуем. Ну, пускай будет, пускай будет. Лишними, так сказать, не ощущаем. Можно поультовать, кстати, в арбузике. Ну, так вот, чисто бомбардировочку устроить небольшую. Сейчас снежный зомби выйдет. Я, наверное, по нему как раз фиганул. Вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Найс. Отлетел. Тупо отлетел. Нормально. Ну, весенняя наша братва, ребят, вообще, мне кажется, рубит зомбаков только в путь. Если честно, на таком можно и обычные уровни проходить, по моим ощущениям. Вообще очень эффективно ощущается. Так, только теперь мне нужно все аккуратно поставить. Ух ты, смотри, какой маг интересный. В каком прикиде прикольном. Так, это берем. Кстати, я вот даже не знаю, сколько у меня там солнышек. Ага, мне не покажет. Ладно, давай возьмем. На всякий случай, мало ли что. Возьмем это. Слушай, давай возьмем бловер. Вот бловер хорошо сдувает, кстати говоря. Ага, бловер не могу взять, понял. Окей, хорошо. Что еще я хотел взять? Вот что. А, это томат возьмем просто по прикольчику. Тоже как бы. Не напрягайся особо. РС2. Да, опять же много солнышек дало. Ну, нормально, пойдет. Три, четыре. Давай сюда его что ли выстроим. Я не знаю, он еще и просто в цене набирает, конечно же. Тоже что важно понимать. Каждый раз. Но, посмотрим. Так. Да. Очень много набирали. Кстати, по полтишку это ощутимо, если честно. Не знаю, может быть надо будет как-нибудь... Может быть следующее видео сделаю, ребят. Чисто ультоматы. Прикиньте, вот все солнечные растения, чтобы их можно было вот так вот забафать. И ультоматики, которые будут просто жарить вот этим электрическим лучом. Мне кажется, было бы прикольно. Так, драфтоделиваясь вот сюда. Ультомат, кстати говоря, загас... А, нет, не загасился. Нормально сдули. Так, мне нужно может быть больше цветочков или больше донделеонов. Если честно, да, вот ультомат мне немножко портит всю ситуацию. Просто банально из-за того, что он дорогой и на первом уровне он слабенький. Из-за этого, ну вот, получается то, что получается. Так-с. Ну что, давайте мне больше ультоматов тогда. Постараюсь хоть как-то разыграться хоть немножко. Прикольное растение. Очень мне нравится. Но, да, оно проблематичное. Так-с. Что мне нужно? Мне нужно больше солнышек. Пожалуй. Ага, сожрал. Сожрал. Нехорошо. Так, а это что такое за яйцо здесь стоит? Слушай, что за яйцо стоит? Я не понимаю. Просто приземлилось и все. А, все, понял. Понял. Намек понятен. Да я даже не знаю, ребят. Здесь вроде как уже опять же все себе хорошо чувствуется. Вот так вот можно вздувать с адуванов с помощью нашего вот этого товарища. Ну, курькейла. Мне кажется, тоже хорошо работает. Так, ну и что? В принципе, вроде бы все норм. Не знаю. Можно еще один ультамат поставить снизу. Для этого. Но в целом вроде бы уже. Ох. Да, целая линия томатов. Это, конечно, очень дорого. Вот теперь они у меня будут стоить по 500. Это тоже, ну, значительная сумма, если честно. То даже для того, чтобы желтый один сделать, мне сейчас нужно прям вот напрячься. А это еще и не максимум. Естественно, можно сделать еще и красный, что тоже стоит очень дорого. Не знаю. Посмотрим, ребят. Напишите в комментах, хотите ли вы, чтобы я вот следующий отсек в 5 уровней прошел с помощью томатов. Я могу постараться. Я не знаю, получится или нет. Но чисто себе такой челлендж сделать, мне кажется, можно. Ну, а на сегодня, пожалуйста, все, дорогие друзья. Если видео понравилось, не забывайте клацать лайк, подписываться на канал, писать комментарии. С удовольствием все прочитаю. Ну, и увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи, дорогие друзья. И пока-пока.